Приветствую зрителей на канале, с вами Смайлсик и мы возвращаемся в третью миссию, чтобы улучшить алгоритм боевой, ну как улучшить, я боюсь уже даже что-то испортить, он вообще себя отлично показал, но как бы я даже не знаю. Ладно, в любом случае нам нужно будет обходить препятствия, которые я пропускал через ускорение, а потом вот эти склоны, тоже не всегда нормальные. Опять же, это все может и ухудшить ситуацию, то есть с одной стороны да, он станет чуть более грамотно двигаться, но он может зависать в некоторых ситуациях. В общем, не знаю, станет от этого лучше или нет, но я постараюсь сделать ее чуть безопасней, потому что, ну я не знаю, мне просто повезло, что в меня никто не попал. Я уже перенес программу отдельно вот сюда, сделал ее экстерном, заблокировал пока некоторые действия, потом я это все обратно переброшу туда, в публичную функцию, потому что она будет загружаться уже для меня. Итак, что здесь, во-первых, надо? Во-первых, надо искать не только муравьев вообще, а искать надо две категории, поэтому я их добавлю, эти две категории. Итак, int. Мне нужен будет массив targets, массив целей, и создадим его. Он будет состоять всего лишь из alien ant и alien spider. И вот из этих целей. Соответственно, искать я буду уже не только муравьев, а весь список целей. Таким образом, это будет уже немножко получше. По крайней мере, тогда я даже удивился, а почему он не остановился там? Далее. Что здесь будет? А, вот, кстати, go to space. Я думал, куда он пополз потом? Да, вот это нам не надо. Мотор, кстати, тоже не понадобится. Сделаем вот что. Так. Откроем еще одну функцию. Ну, у меня же астронавт все-таки должен быть на корабле, поэтому мне вот это вот надо будет сделать вообще, вот эту вот штуку. Поэтому сделаем функцию. Надо я сначала буду подготовить. Так, void finish. Finish. Eps. Но... Зачем было отменять все? Мне нужно было только скобки отменить. Вот, это у нас finish. И вот эту функцию мы, собственно, будем вызывать здесь. Потому что астронавт мог... Ну, не узнать, что мы, как бы, его попросили, но не забыть, он где-то там шарится у нас. Поэтому вот этот кусочек мы тоже добавим. Все. Это нам не понадобится. Обязательно нужно финишировать. Хорошо. Что мы будем теперь менять вот здесь? Вроде бы идеально все. Зачем сюда лезть? Цель мы определили. Определили все необходимые значения. Далее рассчитали наклон. Наклон корректно считается. Здесь угол, соответственно, тоже правильный. То есть, вот здесь никаких корректировок не может быть. Дальше canfire. Здесь тоже все прекрасно. Но так как у меня все-таки разброс побольше, я угол немного увеличу. На всякий случай, чтобы он был чуть более, так сказать, понаглее, что ли. Далее. Я рассчитаю корректную точку. То есть, здесь я использовал свою позицию. Это неверно. Поэтому здесь функция будет не line, line of shoot. И у нее будет два параметра. Второй параметр, это будет моя точка. Именно огневая точка. Поэтому я ее тоже найду. my point gun. Назовем ее my gun point. Мы ее рассчитаем отдельно. Соответственно, этот gun я отправлю сюда. То есть, чтобы я линию строил именно от точки моего оружия до цели. И, естественно, это нужно будет сделать. Итак, пока point. Так, my gun point. Давайте так. Здесь мы вернем пока this.position. На самом деле, это, конечно же, будет не так. Давайте, на самом деле, мы сделаем не так. Не так совсем. Давайте создадим мою точку. Мы все равно будем отталкиваться от нее. То есть, point.my.poth равен this.position. Position. Вот так. А здесь возвращать будем my.poth. То есть, сразу же подготовим все необходимые данные. Мне понадобится доступ к своим параметрам, чтобы это сделать. И так, line of shot. Да, понятно. Line of shoot. Здесь, соответственно, у нас будет две точки. Point. Так, point. Получается gun. Мы получаем. И точка цели. Все. Пока, чтобы она просто не ругалась. Мы еще и займемся. Так, давайте разбираться сначала вот с этим всем. И так, есть точка. Мы проверяем ее. И если можно стрелять, мы, соответственно, говорим, что да, стрелять-то хотя бы можно. Но есть пару нюансов, которые нужно будет поправить. Если стрелять нельзя, то, соответственно, вот это я сделаю немножко подальше. То есть, 45. Чуть-чуть побезопаснее. Это, конечно, накладывает свои тоже детали. Потому что теперь он будет чуть больше бояться, меньше подходить близко. Но, опять же, здесь и поверхность похуже, чем в той миссии. Здесь я буду стрелять заранее. Но сделать я буду это в наступательном режиме. То есть, за счет того, что я все еще не сделал нормальную стрельбу. То есть, вот этот поворот плоскости относительно оси, которая расположена в произвольном пространстве, я пока его не сделал. Поэтому я пока обойдусь и этим. Собственно, вот здесь это уже стрельба. И я буду вызывать ее дважды в определенных случаях. Void. Shoot. Собственно, сам выстрел. И вот здесь я этот, соответственно, выстрел буду делать. Но это не единственный случай, когда я буду отстреливаться. Итак. Shoot. Я немножко сразу подкорректирую. Во-первых, я буду стрелять по позиции. И cPitch я туда тоже буду отправлять. Ну, чтобы не считать его повторно. Соответственно, это у меня будет в данной функции выстреле point. Point target. Т.е. куда я стреляю. И, соответственно, cPitch. И я его буду использовать. Так. Здесь у нас direction будет target. Target. Здесь тогда target. И, кстати, да. Я вообще удивлен. Каким образом он вообще это делал? Ну, то есть, как бы... Он чей угол-то брал? Видимо, прошлый. Это вообще, конечно, здорово. То есть, я еще и угол не пересчитывал. А вот в этом нет необходимости. На самом деле, да, ее стоит тоже подкручивать. Исходя из наклонов. Но это уже тема отдельного исследования. И сейчас это у меня не... Ну, то есть, не часть данного усложнения. Далее. Дистанции тоже у меня нет. Поэтому давайте мы ее отсюда скопируем и вставим сюда. Дистанция 2D. Все. Тут уже у нас вроде корректно. А, ну да, конечно. Цепич это float. 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 Так. Все. Переменная не объявлена. Ну да, конечно. Object. Мы себя не видим. Item. Item position. Здесь, соответственно, target. Target. Все. Вроде бы я все учел. По крайней мере, компиляция хотя бы ошибки мне не выдает. Так. Что дальше? То есть, линию я определил. Теперь линия определяется намного лучше, чем раньше. Потому что она учитывает именно точку. Но точку я еще пока не рассчитал. Мы к этому еще вернемся. Какие нюансы у нас есть еще здесь? Итак, линию мы простроили. Что еще? Если, допустим, мы не стреляем, то мне нужно будет сделать еще несколько нюансов. Учесть. Точнее. Вот здесь. После стрельбы. То есть, стрельба у нас немножко на первом месте. Далее. Нам нужно понять, есть ли у нас препятствия на пути. Так, давайте мы его создадим. Object. Obstacle. Obstacle равен radar. Any. Ищем вообще все, что угодно перед собой в радиусе 10 метров. Если. Obstacle. У нас. Есть. Мы что-то нашли. То тогда. Нам нужно дир скорректировать. То есть, свое движение надо скорректировать. Дир. Определяем. Переопределяем. Direction. Obstacle. Точка. То есть, опять же, делаем я делаю это пост для стрельбы потенциальной. То есть, ну, если стрелять нельзя, я должен буду как-то, ну, двигаться дальше. И с учетом вот этих препятствий их нужно будет обходить. Ну, и здесь, соответственно, нужна будет проверка. Если дир у нас больше нуля, то есть, объект расположен у нас слева, мы должны объехать его справа. Значит, я увеличу... Ой, нет, уменьшаю. Уменьшаю на 90. В противном случае, else. Дир я увеличиваю на 90. То есть, если он не справа, значит, он слева, и я должен буду повернуть сюда. Это у нас препятствие. Далее. Следом, после препятствия, я переписываю front. Это стенки у меня будут. Но здесь я буду смотреть уже в своем положении. То есть, в this orientation. То есть, то, куда я сейчас ползу, оно может быть достаточно отвесным. Если, если топо, фронт, фронт, минус топо, this, this, точка, position. Так, а что минус-то у меня не ставится, что ли? Это пробел такой? Или как? Так, this position. И если он получается у нас больше... Ну, давайте, полутора. Так как я отдаляю на 1 метр. Ну, то есть, технически, как бы, метр вверх и метр вниз. То, если я поставлю сюда единицу, это будет 45 градусов. Ну, полтора, а здесь будет уже немножко побольше. Все. И то тогда это место я обойду. Обойду. То есть, я дир просто-напросто ставлю равным. И так как я обхожу все справа, соответственно, 45. Но, как я уже сказал ранее, проблемный муравей в таком варианте не работает у меня. Не получается его разбить. Поэтому обходить я буду на этот раз. То есть, было слева, сейчас я буду обходить справа. Значит, здесь у меня тоже будет минус. Вот. Таким вот образом я это сделаю. Далее. Моторы. И вот здесь сейчас есть последнее. Изначально я проверял это заранее. То есть, если вдруг в меня попали. То есть, если this, shield. Я сначала делал shield, shield level. Shield level. То есть, делал меньше там половины. Тогда я иду заряжаться. Сейчас я делаю просто. Любое попадание, сразу ремонт. Но, перед тем, как я буду этим заниматься, я стреляю. В памяти у меня все еще есть объект. И вот иногда бывает, что я выстрелю. А в меня в этот момент прилетит. Я начинаю стрелять в отместку по цели, которой уже нет. Здесь еще нет у нас параметра dead. Поэтому это проверить я, к сожалению, не смогу. Поэтому я стреляю в любом случае еще раз. И делаю это. То есть, если я дошел до сюда, значит, вайтами у меня что-то есть. Можно, конечно, это тоже проверить лишний раз. То есть, перезарядить, так сказать. Неважно. В пределах он выстрел. А у меня не в пределах. Я на всякий случай туда просто выстрелю. Потому что частенько в меня попадали. И я просто не успевал ничего сделать. То есть, мне казалось бы, только пушку поверни да отомсти. Поэтому я добавил вот этот отстрел. Далее я делаю ремонт. И все. Далее возвращается у меня основная программа. Итак, теперь ремонт. Давайте, раз мы уже дошли до ремонта. Void. Repair. Repair. Что, собственно, у нас здесь будет происходить? Ну, просто RgoTo. RgoTo. Сейчас у меня, конечно, будет ругаться на RgoTo. Говорит, неизвестная функция. Так, что мне делать? Тогда давайте мы его временно делаем публичным. Временно. Паблик. Все. Это просто временно. Почему он раньше не ругался на него? Потому что я вызывал его из публичной функции. Публичная функция имеет доступ ко всем функциям, которые внутри нее есть. Итак, все. Отсутствует параметр. Здесь все корректно. Итак. Находим позицию ремонтного центра. Ну, и едем туда сразу же. И, соответственно, до тех пор, пока... До тех пор, пока у меня Energy Level меньше единицы, я жду. Соответственно, мне нужно дать доступ к своим параметрам. Ну, и после этого, у меня частенько бывало, что я начинаю идти, и так как я нахожусь в центре объекта, уже в центре, то есть это его центр, то я начинаю двигаться прямо на него. Я его не вижу. Поэтому я делаю следующее. Я просто отхожу на свободное пространство. И только оттуда я уже иду. Вот. Energy. Да что ж такое? Почему с большой буквы-то он у меня не проходит? Так, все. Ремонт у нас есть. Ну, и, в принципе, сама программа уже здесь готова. Остается только разобраться с вот этим вот. С вот этой корректировкой. То есть выстрел у нас корректный. Хотя нет. Кое-что я в него еще добавил. Как я уже сказал ранее, стрелять я буду на самом деле вот так. И при этом я буду еще наступать. Я немножко так понаглею. Потому что так как у меня отстрел идет на расстоянии 43, я могу не дострелить просто-напросто. А здесь я в наступ иду. При этом, так как я двигаюсь по пересеченной такой местности, мое дуло двигается вверх-вниз. Это немножко повышает шансы даже в наклонных поверхностях, где я стреляю вообще в положении сбоку. То есть немного повышает. Но это не дает гарантии. То есть стрельба все равно должна быть более корректной. В данном случае это не так. Сразу предупреждаю, что стрельба может быть очень косая. Такие случаи у меня были. И я в течение одной секунды делаю наступ. Прямо, неважно, даже если у меня попали стрелять, я все равно буду даже в этом случае. Следовательно, я делаю наступ. На всякий случай я могу задеть еще несколько целей заодно. Могу и не задеть. По крайней мере, я не буду туда-сюда метаться. А до этого у меня прям очень много метаний к ремонту было и обратно. Но если я не буду отправлять его в ремонт при первом же попадании, бывает так, что он у меня просто туда не доходит. Потому что Ergo 2, она иногда мне просто все фейлит. Он пытается пройти по ответственной скале, а в ответственную склон он залезть не может внезапно. И все, его расстреливают просто тупо. Поэтому я на всякий случай его страхую. Так, ну что ж, самое интересное, это у нас вот эта штука. Так, поехали. Что у нас теперь здесь? Так, с линией-то у нас все. Да, здесь вот это уже не надо. Здесь я сразу же ган засуну. Перед тем, как этим всем заниматься. Тоже ган, ган. Давайте, так. Ган, ган. Так, таргет у нас остается. Ган, ган, ган. Так, все. Не ругается? Не ругается. Ну, давайте теперь разбираться с этим всем. Что же здесь у нас происходит? И так. Теперь, первое, что я должен сделать, это мою точку поднять наверх. Но при этом учесть то, что я наклоняюсь влево и вперед. Так, давайте я, наверное, на какой-нибудь склон зайду. Мне это тоже важно показать. Итак, вот у меня питч. Сейчас на данный момент. Вот, питч. Мне надо понять, в какую сторону идет плюс, какой минус. Итак, вот у меня питч. Секунду. А, это Energy Cell. Так, так, так. Вот, 35. То есть, когда я наклоняюсь назад, у меня угол в плюс. То есть, технически. Стоп, 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 стоп. Далеко пошел. Я не хотел тебя запускать. То есть, если я смотрю вот так, то у меня ось Y вверх, а X у нас вперед. То есть, вот у нас это изменение. То есть, моя точка, которая сейчас на 2 метра вверх. Как бы, ну, если я смотрю боком. То получается, что она у нас отклонилась. Вот так. На вот этот вот угол. То есть, моя высота теперь не 2. А она катит вот этого вот треугольника. Вот это 2. А мне нужна вот эта высота. То есть, вот этот угол. То есть, мне нужно умножить на косинус этого угла. Далее. Теперь давайте с питч сразу тоже разберемся. Итак, смотрим, что у нас. А, с ролл. 34. 34. То есть, давайте положительное лучшее значение найдем. Вот это положительное значение. Следовательно. Вот у меня Y. Вот у меня X. Вот у меня вот этот угол. Ну, технически он одинаково. Просто единственное, что здесь у нас уже пролетает минус. Вот. С этим тоже надо будет, конечно же, считаться. То есть, я увеличиваю значение. Так. Точно у меня это плюс. Так. Где у меня она? Вот. Ролл 34. Ролл 34. Все. Вот она Y. Соответственно, вот на этот угол я отхожу. Хотя, в принципе, косинус у нас... Нет. Вот косинус через X у нас происходит. Так. В любом случае, высота уменьшается еще раз. Потому что у меня может быть и стык. То есть, я относительно вот этого уменьшился. Потом относительно вот этого еще уменьшился. Надеюсь, понятно. Соответственно, моя высота, то есть, myPause, увеличивается на 2. То есть, я же снизу смотрю. На 2. Но при этом умноженное на косинус угла this.pitch. И умноженное на косинус угла this.roll. Таким образом, я получаю высоту точки. Реальной точки стрельбы. Ну, опять же, с учетом того, что высота робота 2. На самом-то деле, это не факт. То есть, она может отличаться. Далее. Теперь мне нужно... Конечно, конечно. Далее. При наклоне у меня еще смещается и X, и Y. То есть, ну, допустим, вот у меня X вправо. Допустим. Ну, в принципе, даже... Как оно у меня? Он у меня вот так сейчас стоит. Да, вот. Вот, ориентируемся по этому. Так. Вот у меня X. Вот у меня X вправо, X и Y вверх. То есть, при наклоне в обе стороны у меня X смещается, Y тоже смещается. Это значит, что мне это тоже нужно учитывать. Причем, смещение происходит каким образом? Так, ну-ка, давай не крутись. Не крутись, сказал. Так, чтоб тебя... Эй. То есть, мне нужно определить, на какую высоту... То есть, синус, вот этот, насколько вперед он вообще сместился. То есть, я пока его рассматриваю вот так. Насколько он у меня сместился вперед, вот этот центр. А потом, я, зная это расстояние, смещаю его в направлении своего взгляда. The position, соответственно, ищу косинус и синус относительно него, получая смещение по игроку. И так далее. То есть, мне нужно понимать, куда я сместился. Ой, сложно это объяснять. Схему надо целой рисовать. Итак, mypos.x. Он не равен. То есть, мы, опять же, его отодвигаем. И в данном случае, я его уменьшаю. Всегда. Потому что у меня там идет отрицательное значение в одном месте. Итак, уменьшаю его на синус. This.pitch. This.pitch. И далее умножаю на косинус. То есть, все, я нашел именно то, куда я смотрю. То есть, насколько я наклонен. И здесь косинус получается this.orientation. Я наклоняю его в эту сторону, куда смотрю. Игрок, он рассчитывается точно так же. Здесь, соответственно, также синус. Здесь косинус плюс 90. Ой, точнее, минус. Мы же вправо наклоняемся. Минус. Но косинус вот этого, это то же самое, что синус. Синус вот этого. А минус здесь берется, исходя из того, что вот этот берется от минус. От отрицательного значения. Он приходит сюда. То есть, так же идет увеличение, на самом деле. Итак, вот здесь синус. И вот эта точка, она более корректная. Но если я, опять же, не ошибся, можете в комментариях меня поправить. Потому что что-то у меня уже сомнения какие-то есть. Может, здесь надо брать не этот питч, а вообще питч в целом. В направлении цели. Но опять же, я же не в направлении цели. Здесь я беру свою ориентацию. В общем, ладно. У меня есть кое-какие подозрения на этот счет, что я опять что-то не так делаю. Так, ориентейшон. Так, ну вроде бы все. Я не знаю, правильно я это сделал или нет. Меня терзают смутные сомнения. Ладно, давайте мы сейчас потестим его. Так. В общем, я тут кое-что сделал. Не так? Я букву Z забыл. Так. У меня из этого на все вылетело. Так, еще раз сохраняемся. Так, ну ладно. Давайте смотреть. Обход идет справа. На самом деле, вот здесь лучше слева обходить. Но я говорю, я все делаю только исходя из вот этого вот товарища. Ну и сейчас видно будет, что он будет мазать из-за того, что вот сейчас я, например, очень плохо стою. Плюс к тому же, за счет того, что я иду, у меня корректировка идет. И вот смотрите, вот тоже нюанс. То есть я пытаюсь обойти. Но, видя плохую стену, большую стену, я могу снова пытаться съехать с нее. И таким образом просто крутиться на месте. Это косяк. Ну то есть, как бы и... Здесь можно добавить, наверное, логическую... Кстати, да, вот видите, прострел идет. В этом плане хорошо. Это немножко повышает. Ну, за счет небольшой наглости. Вроде мы и боимся, и вроде и наклеим одновременно. Но, наверное, это как-то балансирует. В общем, вот так примерно это выглядит. Наверное, здесь можно ставить плашку, если я пытаюсь обойти эту штуку. Так, ну понятно, да. Вот я на боку, и за счет этого наклона, который я все еще не учитываю при стрельбе, он у меня идет сюда. Так, ну я надеюсь, он до меня не дострелит, чтобы я просто не ползал туда-сюда. Хотя, может быть, я его и подстрелю, и пойду ремонтироваться. Так, чуть-чуть поближе немного сделаем. Опять же, на видео, наверное, попадет именно удачная попытка. Я надеюсь, это она и будет, потому что в прошлый раз он меня вообще очень неплохо удивил. Так удивительно все это произошло. Так, ну все еще он не в пределах выстрела у нас находится. Ну давайте обойдем. И вот здесь тоже есть один нюанс, потому что я сейчас пытаюсь их всех обойти. А когда я пойду чиниться, я пойду через оставшихся выживших, и никак на них реагировать не буду. Это тоже нюанс. Я пытался делать как? Искать ближайшего к кораблю. Но вот эти последние, они находятся на одинаково расстоянии, они туда-сюда ползают, и я между ними начинаю метаться. Что тоже не очень хорошо. В общем, в итоге я оставил, что это более стабильная версия. Пусть я и ползаю их все. Иногда прохожу сквозь них. Но, наверное, надо сделать, что я не через Голтул двигаюсь к ремонту, а все-таки как-то в боевом режиме, наверное, все-таки. Это бы более... Лучший вариант был бы. Так. Следующий. Ну, в принципе, пока даже неплохо. Мы еще ни одного повреждения не получили. Так, кто у нас здесь остался-то? Да. Один остался. Да, здесь, опять же, на одного паука меньше, который потенциально здесь должен быть. Но... Так, ну давай, добей его, последний он здесь. По крайней мере, хотя бы, когда он один, то лучше, чем их несколько. Я его ползаю с этой стороны, вон, стой. Замечательно. Ну, давай, ты тоже как-то мне навстречу иди, что ли? Что как, неродной-то? Ну, все. Кранты. Да. Несмотря на то, что я вот чуть-чуть сдвинул даже прицел, за счет горки успел я его добить. Так, сейчас у нас вот этот муравей, который охранял у нас руду. Так, ну и здесь я буду, скорее всего, обходить его. Хотя, может, и отсюда его достать. Но, опять же, так как разброс я делал большим, то есть я могу не попасть. Давай, 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 добивай. А, все, вот он в него пострелял, но все равно не попал. Но, опять же, то, что я боком стоял, вот он меня тут достреливает неплохо. Но по пути у меня не будет больше противников, поэтому, в принципе, это хорошо. И мы оставим его на потом, потому что сейчас у нас будут более ближние цели. Куда? Что ты делаешь? Стоп, секунду. У меня такое ощущение, что я просто со знаком ошибся. До тех пор, пока... А почему Энерджи-то, если Шилд? Шилд-левел. Ну, это совсем, конечно, уже клиника. Да. Шилд-левел. Так, ладно, давайте мы... Ну, представим, что этого не было. Но это просто опечатка. Так, ладно. В целом, даже можно сохраниться, наверное. Так, я с этого места тогда начну, в случае чего. И видите, ремонтная станция все-таки нужна. Потому что есть муравьи, которые... Ну, то есть, есть нюансы определенные, которые возникают из-за рандома. Так, мы уже близко к чему-то, поэтому мы сейчас кого-то оползаем. Но этот паук, наверное, тоже имело смысл всегда идти напрямую, если это паук. Но я лучше не буду усложнять какие-то вещи делать. Я лучше оползу. Пауки на относительно плоских пространствах всегда находятся. То есть, самая проблема, это всегда муравьи. Ну, что себе, два паука там оказались. Никогда там не ползали. Так, сейчас я двигаюсь вот к этому муравью. О, он у нас даже в пределах цели вообще очень неплохо стоит. Так, вот этот паук. Его все время приходится оползать. Но все. Легкая цель. Потому что здесь нет наклона бокового, вот этого ролла, который бы... Я делал зависимость от ролла, тоже пытался. Но у меня тоже в половину случаев она работала нормально, в половине нет. И в итоге я ее пока выпилил. То есть, я делал дирекшн в зависимости от ролла. Так, ну... Тоже не цель практически. Да, вот боковой наклон, он все-таки влияет. Ну и плюс, пока мы прицеливаемся, цель может уползти. Целимся мы немножко раньше, чем она нас заметит. Ну, пауки, по-моему, вообще никого не замечают. Так, что у нас осталось? Да, остались две последние цели. Так, давайте немножко мы ускорим этот поход. Так, вот у нас деревья на пути, которые мы обходим благополучно. Кусты, кстати, мы тоже обходим, хотя можно проходить рядом с ними. Но я не стал уже заморачиваться, делать вот эти радиусы отдельные, что для вот этого радиуса будет работать так, для этого вот так, для этого объекта вот так. Как бы... 10 метров, нормально, не так плотно все стоит. Атомная батарея все стерпит. Так, вот у нас самый такой противный. Куда ты камеру-то мне покажи? Вот, вот этот вот, самый противный. Давайте немножко отойдем. Я примерно помню, откуда он обычно его поражает. Вот примерно вот с этой точки он будет вот здесь его уже находить. Все, и пора с тобой разобраться. Ну и остался последний. Здесь, в принципе, надо только стрелять и все. Но у меня были моменты, когда он его расстреливал. А тот в него попадал, и этот пошел чиниться. Только после этого он финишировал миссию. Такое тоже было. Ну, можно, конечно, в ИФ это запихать. То есть, в репеер. То есть, вызывать репеер только в том случае, если там что-то есть. Так, вот мы оползли. Но сейчас мы заходим на него по прямой. И технически-то, наверное, даже он будет у нас в пределах цели. Все. Отлично. Миссия выполнена теперь, действительно. Но, опять же, мы в нее еще вернемся. Нам нужно переделать радарную всю часть на Red Object. Потому что, ну, здесь есть свои нюансы. Потому что мы ищем, особенно с препятствием, потому что мы ищем Any. И нам придется прогонять весь массив объектов. И, соответственно, искать в нем все вот эти нужные части. Может быть, я даже создам массив всех объектов на уровне. И буду обращаться к нему, а не буду Red Object уже пользоваться. В общем, я подумаю над этим. Я еще не размышлял. Ну, все тогда. На этом я прощаюсь. В эту миссию мы вернемся еще один раз. Чтобы ее прогнать уже полностью от начала и до конца. Используем Red Object. Ну, и все. На этом мы пойдем в новую политику. Которая очень странно выглядит. Но она тоже уже пройдена. Она была пройдена в рамках курса, который я проходил. Поэтому с ней проблем особых у меня нет. Я ее тестировал много раз. В общем, она нормально работает. И там нет каких-то таких сложных моментов. Ну, есть костыли, как всегда. Ну, а на этом я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в других видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...